Мы рады представить вам нашу новинку. Я передам слово Михаилу, и он, собственно, про нее расскажет. Да, мы рады вам представить новый смартфон компании Sony Mobile, который называется E1. Вы можете увидеть его на телевизорах. Я думаю, что никто не ожидал сегодня увидеть этот смартфон. Вы, наверное, нашли Xperia Z1 Compact. Не просто сегодня день, а сегодня у нас действительно интересного аппарата Xperia E1. Xperia E1 по своему дизайну практически ничем не отличается от моделей старшего уровня. Он использует ту же самую концепцию, которая называется Omnibus Design. Используются те же самые вставки по бокам. Используются очень качественным материалом, несмотря на то, что модель относится к недорогому ценовому сегменту. Ну, сразу же оттенка из наших. У наших, почему они, да, звуков. Одно из ключевых характеристик модели является большой четырехдюймовый дисплей с разрешением 800х480. Это первый аппарат такого уровня с дисплеем такого для нас большого размера. На нем вы сможете посмотреть комфортно фильмы, ваши фотографии, какой видеоконтент и даже читать книги. Следующей уникальной отличительной чертой модели является ярко выраженный музыкальный функционал. Проявляется он в наличии двух ключевых элементов. Это выделенная кнопка Walkman, которая присутствует на верхнем торце, и она предназначена специально для управления музыкой. И огромное отверстие для моностереодинамика, но который очень-очень громкий и есть по всему случаю по громкости до 100 децибел. Ребята, всем нас хорошо слышно? Да, да. Да, микрофон не нужны? Все. Примечательно то, что с помощью вытянной клавиши вы можете использовать музыкальный функционал. Удерживая кнопку Walkman, вы можете быстренько перейти в плеер. Однократное нажатие приведет к тому, что заиграет музыка. Если вы нажмете, обратите внимание, как он громко играет достаточно. Мне громко. Если мы нажмем два раза, то у нас трек переключится. Особую ценность для меня имеет наличие функции Shake Control, которая, как вы помните, давно использовалась еще в аппарате экстраниэрике. Зажав эту кнопку, если вы потрясете аппарат, вы сможете перекрутить трек либо вперед, либо в произвольном порядке. Это действительно здорово. Для тех, кто занимается спортом, это очень важно, потому что вы можете теперь переключать трек, не разблокируя экран. Это действительно удобно. Либо в пункте, или в пункте. Да. Что стоит отметить, еще здесь, вы наверняка же все помните, да, Walkman серии, которые были в компании Sony Ericsson, еще в стародавние времена. Нас очень часто спрашивали, будет ли возвращение к сериям, собственно говоря, Shot Walkman. Ну и, наверное, это первый аппарат, который мы выпускаем, именно возвращаясь к музыкальной компоненте, как основе аппарата. Мы видим, что на рынке очень много существует решений, одинаковых, ну и по характеристикам, по размерам экрана, и даже иногда по дизайну. Вот. И поэтому мы стараемся с нашим аппаратом Xperia E1 выйти и отресрать, может быть, его более молодежной аудиторией, которым важно качество звука и важно, ну и, собственно, и громкость. И тут стоит отметить те ключевые технологии, которые мы используем в Xperia E1, направленные именно на качество звука. Это технологии Clear Audio Plus, которая вычищает ваш трек от лишних артефактов, создает хорошее действительно звучание в наушниках. Это и технологии Clear Bass, которая поднимает басы, и технологии HD Voice, это технологии, которые мы используем, чтобы передавать максимально чистый голос, когда вы разговариваете по телефону. Ну и, собственно, здесь есть такая интересная цифра 100 децибел. Мы стараемся очень осторожно о ней говорить, потому что наши глобальные коллеги ее не дианонсируют, но, тем не менее, громкость этого аппарата очень-очень большая. Михаил вам включал музыку. Наверное, один из самых наших громких аппаратов, который вы никогда не пропустите. Вон, звонок, если он у вас даже лежит где-то в рюкзаке, в сумке, в кармане. Это то, что мы достаточно часто слышим, как пожелание от пользователей. Сделайте нам громкий аппарат. Также хочется отметить достаточно мощную начинку этого аппарата. У него двухъядерный процессор с тактовой частотой 1,2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 4 ГБ встроенной памяти, что позволит вам использовать аппарат для просмотра даже из больших файлов. Если, допустим, вы загрузите кино, емкостью больше 1 ГБ, вы сможете успешно его воспроизвести на смартфоне, сможете запускать достаточно сложные 3D-игрушки. Все это позволяет делать начинку этого аппарата. Также хочется отмечать наличие 3-мегапиксельной камеры, в которой переданы все основные наши возможности со старших моделей. Такие эффекты, как автоматическое распознавание сцен, все это присутствует в этом аппарате. Вы сможете ознакомиться потом в нашей импровизированной барной демозоне с этими аппаратами и посмотреть, что умеет делать камера. Также хочется отметить достаточно емкий аппарат, 1700 мА, он является съемным, вы сможете его со временем поменять или докупить дополнительно для того, чтобы аппарат у вас жил дольше в автономном режиме. Естественно, есть режим стамена мод, который позволит вам пролонгировать время автономной работы аппарата. С одной стороны, может показаться, что спецификации, в общем-то, слабенькие. Мы с вами, люди, привыкшие к громким анонсам, большим мегапикселям и прочим, думаем, что за ерунда, 3-мегапикселя камеры и 2 ядра процесса. Но с другой стороны, в своем ценовом сегменте этот аппарат будет по характеристикам превосходить многих конкурентов. И цену, к сожалению, не могу сказать, но вы можете попробовать ее угадать еще позже. Вот. Поэтому не надо совсем уж не мускептически подходить. Это аппарат на свою целевую аудиторию с очень хорошим функционалом. Громкий, яркий и... Михаил сейчас продолжит, в общем-то, расскажет вам еще одну особенность этого аппарата. Следующей особенностью аппарата будет то, что он будет отпускаться в двух модификациях. Это одна сенечка, грян, и двух сенечка. Соответственно, вы сможете подобрать для себя... Ну, не вы подобрать, а пользователь сможет для себя подобрать... Ну, и вы тоже. Почему нет? Все могут подобрать для себя максимальный даник использующий аппарат. Можете какой-то символ с дата-трафиком, либо комперенция слова и дата-трафика. Процессы Куалпомовские. Да, у нас только Куалпом. Стоит еще отметить, что мы стараемся сделать максимально удобную работу с двумя сим-картами. И поэтому в настройках аппарата у нас есть специальные опции, позволяющие оптимизировать, скажем, использование трафика. Переключая, в зависимости от времени суток, ваши сим-карты, у вас может работать сначала одна как основная, а потом вторая. Плюс очень удобное управление непосредственно вызовами. Когда выбираете абонента, вы можете сразу определиться, с какой сим-карта вы хотите сделать звонок. Естественно, поставите различные рингтоны для определенной сим-карты, как и так далее. Терминализация достаточно хорошая. Плюс мы стараемся в этих аппаратах делать такую функцию, как переадресация вызова. Поскольку здесь один радиомодуль внутри, но две сим-карты. В тот момент, когда вы разговариваете о одной сим-карте и вам идет звонок на вторую, чтобы у вас вызов не пропал, мы в настройках облегчаем жив пользователю и позволяем делать легкую переадресацию, если у вас не будет пропущен ни один звонок. Будут, конечно, две модификации аппарата и три вариации по цветам. Это классические цвета, уже ставшие для нашей компании, черный, белый и фиолетовый. Все они представлены на слайде, вы сможете ознакомиться с одним белым валентом нашей, для Амазона. Вы, наверное, наивно звать вас сюда сегодня, чтобы анонсировать всего одну модель, поэтому я с радостью представляю вашему вниманию второй аппарат, который мы показываем сегодня. Это, внимание, Sony Xperia T2 Ultra. Еще раз. Xperia T2 Ultra. Внезапно. Понял, понял. Окей, значит, как вы, наверное, можете догадаться из названия, этот аппарат является в некотором роде продолжением Xperia Z Ultra, который мы выпустили в прошлом году. Но при этом аппарат есть достаточно существенные отличия. Первое отличие, которое есть у этого аппарата, он будет дешевле. Намного. Но при этом этот аппарат берет лучшее, что было в Z Ultra, это большой экран, здесь у нас с вами экран 6 дюймов, о нем я поговорю очень позже. Первое, этот аппарат очень тонкий и компактный, если мы с вами говорим про его толщину, то это всего на 7,6 мм, и при этом он достаточно легкий, это 174 грамма. Вот, если же мы с вами перейдем к экрану, то надо отметить два важных момента. Во-первых, это экран 6 дюймов разрешения VHD, и здесь стоит еще сказать про то, что этот экран очень удачно вписан в корпус аппарата. То, что мы называем FOOT3, здесь составляет 73,6%. То есть практически вся передняя панель занята непосредственно экраном. У вас очень тонкие рамки, рамки по сторонам здесь меньше 2,5 мм. И что еще хочется отметить, говоря про этот экран, это технологии, которые мы здесь используем. Это технологии обработки изображения, это Mobile Provenger второго поколения, это экран 3Luinus. Ну и что здесь, наверное, самое важное, это IPS-матрица, которую мы помещаем ставить во все наши аппараты и начинать до 2014 года. Единственное исключение, это непосредственно E1, потому что он самый маленький. Спасибо, ребята, мы с вами. Итак, большой экран 6-дюймовый с IPS-матрицей и максимально полезной площадью на передней панели. Что еще ждет нас в этом аппарате и что отличает его, допустим, на той же ZTUS? Здесь у нас стоит 13-мегапиксельная камера с матрицей Exmor RS, которая в туалет делает прекрасные снимки. И что еще важно, то, на что жалуются многие пользователи, это ZTUS в отсутствии вспышки. Здесь она есть, то есть нет никаких проблем использовать ее либо как фонарик, либо как подсветку, фото или видео. На фронтальной панели камера тоже есть, она не большая, 1х1 гп, но хорошо. Мне наше не нужно, не только. Что еще в камере, это наши фирменные технологии и фирменные приложения, которые мы развиваем как интерфейс камеры. Дело в том, что сделать саму камеру, вставить куда-то модуль, это просто. А вот сделать так, чтобы она снимала хорошо или снимала интересно, это гораздо сложнее. За снимала хорошо у нас отвечает Exmor RS. А за снимала интересно у нас отвечают приложения, которые мы предустанавливаем в каждый аппарат. Есть стандартные, это AR-эффект, ну или эффект добавленной реальности. Это приложение Social Life, которое позволяет вам транслировать видео напрямую с вашего смартфона сразу на страницу Facebook. И это Timeshift Earth, это когда вы делаете 41 снимок за 2 секунды и потом выбираете... У нас есть два варианта. И вы потом выбираете наиболее удачный. По себе могу сказать, что это одна из самых часто используемых в мною личной функции, потому что сфотографировать маленького ребенка в сидящем положении невозможно. А Timeshift Earth позволяет выбрать максимально удачный канал. И у нас добавляется в этой модели, и это же будет у нас продолжаться в следующих аппаратах, которые мы анонсировали в 2014 году, новый функционал для камеры. Это функция background-de-focus, когда вы можете сделать фотографию, потом выбрать степень размытости заднего фона. И в этом аппарате background-de-focus, или Bokeh, очень хорошо обрабатывает непосредственно объекты, которые... Скажите, а вот с точки зрения того, что права, того сего, с Nokia, как это привилет? Я не знаю, как это привилет. Nokia выпустила 15... 15-20... 17... Да, короче, он, где вот эта вот фича главная. Я подозреваю, что Nokia не придумала эту фичу, а придумали ее фотографы лет так, 15 назад, и поэтому ни у него Nokia, ни, собственно, какого-то другого, не может быть абсолютно прав на эту фичу. Давайте двигаться дальше. Что еще нас ждет с вами, это различные варианты креативного оформления ваших фотографий уже после того, как фотография сделана, и одна забавная функция, которая называется какая-то там портретная ретушь. Да, естественно. Да, все правильно. Итак, это, наверное, одна из самых веселых функций, которая будет в нашем аппарате, когда вы можете направить камеру на человека или непосредственно на себя, сразу примерить различные варианты макияжа. Особенно здесь. Интересно для девушек. То есть вы сразу можете посмотреть, как вы будете выглядеть в вечернем макияже с большими накрашенными. Одна из вещей, которая делает использование камеры гораздо веселее и интереснее. Да, причем вы можете применять этот эффект во время фотографий на несколько человек сидящих в группе. Окей, двигаемся дальше. У этого аппарата будет две версии, как у многих наших аппаратов в нынешнем году. Это версия с поддержкой LTE и одной сим-карты, и версия с двумя сим-картами и поддержкой Bridget. Вот. И если мы говорим с вами о цветах, то у этого аппарата... А, прежде чем? Внутренняя начинка. Здесь стоит Qualcomm процессор 4-х ядерный Q1, 4-х ядерцы на ядро. С оперативной памятью 1 ГБ. Стройной памятью, если не ошибаюсь, 8 ГБ. И здесь достаточно мощная батарейка для такого экрана. Это 3000 мАч. Плюс, конечно же, режим стамена и наши терминные технологии поддержания жизни смартфона, которые позволяют продлить работу достаточного уровня. А цвета, которые будут представлены на российском рынке, у меня есть два. Это, собственно, белый и это черный. Также у нас на рынке будут представлены фиолетовый цвет. Такие аппараты. Хочу обратить ваше внимание, что аппарат большой, и чтобы им было максимально удобно пользоваться, мы продолжаем работать над интерфейсом пользовательским. В частности, мы делаем такую вещь, как разворот экрана. Даже если вы входите в горизонтальном положении без подключения каких-либо док-станций, у вас интерфейс разворачивается. И еще одна интересная вещь, чтобы было удобно одной рукой дотягиваться до значков, которые здесь у нас находятся на верхней панели. Включение функций быстрых. Двойной тэп на кнопку Home приводит ваш экран вниз. Еще раз продемонстрирую. Двойной тэп опускает вам сюда под управление одной рукой. Так же, как и в наших многих предыдущих аппаратах, здесь экран, который поддерживает работу в перчатках. Сейчас это, мне кажется, становится актуален. Крещение будет еще актуален. Греет руки. Греет руки. Нет, извините. Мы оптимизировали работу. Мы оптимизировали работу. Больше нет. Больше нет. Дальше. Когда мы говорим о фаблетах, невозможно говорить все о наших специальных аксессуарах, которые позволяют использовать эти фаблеты более комфортно и удобно. Тут хочется отметить гарнитуру SBH52, которую вам демонстрирует Борис. И я рад особенно отметить, что в ближайшее время дефицит ее глобальный прекратится и она в полном объеме появится на российском рынке. Все вы уже знаете, да? Все же знают, что это такое? Да. Не все. Коротко объясняю смысл. У вас есть большой смартфон, который иногда может лежать, например, в вашей сумке. А у вас есть FBH52, которая является, помимо того, что является Bluetooth гарнитурой, она является и по сути телефонной трубкой. Здесь встроен динамик и здесь встроен микрофон. Вам не обязательно подключать в ней наушники, чтобы разговаривать. Когда у вас идет вызов, у вас здесь есть кнопка «Принять звонок», и вы можете вот таким элегантным жестом ответить, и при этом качество разговора очень и очень хорошее. Плюс это гарнитурки. Как набирать? 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 Набирать, Павел, с смартфончиком. Обычный сценарий будет следующий. У вас идет звонок, вы видите, кто звонит. С часов вы можете отклонить звонок, а если вам надо принять звонок, то вы нажимаете кнопку на FBH52 и слушать разговор. Плюс можно здесь прослушивать музыку, здесь есть специальные кнопки для этого и непосредственно дела. Кто-то звонит. Передаю вам фото. Все. Собственно, вот такие возможности у FBH52, но недавно с 8-го и 0-я, или 6-го и 0-я по Лас-Виковскому времени, была анонсирована новая гарнитура FBH80, которая как раз одета у меня на шее. Вы тоже сможете о ней ознакомиться. Это действительно уникальный и классный аксессуар. Очень стильный. Вот только если я хочу. Мне за ним. Когда вы его используете, у вас там шат буквально два проводочка. Отличительной особенностью этой гарнитуры является поддержка специального кодекса RTX, который позволяет передавать самый широкий диапазон вашей любимой фаскальной композиции для того, чтобы вы могли наслаждаться ими полной мере. Это наш первый продукт, который поддерживает этот кодекс. Примечательно то, что во всем мире на поддержку этого формата приходят многие радиостановки. В штатах уже есть прецеденты. Надеюсь, что у нас в России скоро появится этот кодекс. Плюс ко всему у гарнитуры элегантно достану. Есть, естественно, модуль NFC, с помощью которого вы можете подключить SBH80 к любому смартфону Xperia. Но на самом деле вы можете использовать эту гарнитуру не только с нашими смартфонами, но и практически с любыми Bluetooth-граджетами. Это могут быть паншеты, ноутбуки, обычные фичифоны и даже с другой операционной системой, нежели Android. Я говорю о Windows Phone и говорю о iOS. Все наши Bluetooth-гарнитуры совместимы с самым широким диапазоном всех смартфонов мира. Познакомьтесь с этой гарнитурой. Да. Ну, собственно, еще раз коротко напомним вам про две новинки, которые мы показываем вам сегодня. Это анонс, как мы уже сказали, одновременно с мировым анонсом. Это Xperia E1. Бюджетный смартфон для молодежной аудитории с очень громким звуком и ярко выраженным музыкальным составляющим. Это кнопка Walkman и различные варианты управления вашей музыкой. И это Xperia T2 Ultra. Это продолжение нашей серии больших смартфонов с большими экранами. Смартфон с 6-дюймовым экраном и оптимальной начинкой для работы и просмотра различного развлекательного контента. Не забывайте о том, что эти смартфоны выйдут в двух модификациях Xperia E1 Dual и Xperia T2 Ultra Dual. Про что мы не сказали? Мы не сказали про то, что эти смартфоны выйдут у нас в первом квартале 2014 года. Ну и коротко пройдем по тем анонсам, которые состоялись совсем недавно на CS в Las Vegas. Кто был в Las Vegas, кстати? Я вообще. Мы предполагали, что не все после новогодних праздников доедут в Las Vegas, поэтому решили показать эти аппараты здесь в том числе. И хотелось бы коротко начать с Xperia Z1 Compact. Это наш компактный вариант флагмана Xperia Z1. Чтобы сразу определиться с размерами, показать, поскольку он компактный, вот это вот Z1, а вот это вот непосредственно Xperia Z1 Compact. Маленький, но очень удобный. Если суммировать в двух словах все, что можно сказать про Z1 Compact, то это то же самое, только в меньшем корпусе. Экран. Это, наверное, одна из самых, ну скажем, основных вещей, которые мы уменьшили. Здесь экран 4,3 дюйма. Это экран HD с решением. Кстати, хочу отметить, что здесь экран IPS. Исправили этот маленький недостаток. Экран с поддержкой наших фирменных технологий, таких как X-Reality и непосредственно технологии Triluminous, то есть экран максимально качественный для любого фото или видео. Камера. Несмотря на то, что мы оставили такой же компактный корпус, мы не изменили основные характеристики. Собственно, почему аппарат называется Xperia Z1 Compact, а не Mini, как это делают многие наши конкуренты. Дело в том, что мы сознательно не хотели выпускать флагман с урезанным функционалом. Потому что практически все так и делают. Берут флагман, отрезают от него все хорошее и получается мини-верси. Мы оставили все хорошее внутри, уменьшили два параметра всего. Это экран, он стал чуть меньше, и это размер батарейки. Больше батарейки не улетают. Батарейка здесь B300, что в общем тоже неплохо. Камера 27 мегапикселей с Exmor RS с оптикой G-Lens. То есть это максимально качественная камера, которую наша компания на данный момент ставит свои аппараты. Естественно, благо защищается. Все наши флагманы умеют плавать. Значит, возле барной стойки, возле DEMO зоны стоит Aquarium. You're welcome. Можете попробовать их утопить. Только порты не открывайте, пожалуйста. Xperia Z1 Compact единственный аппарат сегодня, который умеет плавать. C2 Ultra, C2 Ultra и C1. Можете, конечно, они тоже могут принимать аквариумные ванны. Но один раз. Да, один раз. И что еще будет отличать этот аппарат от нашего флагмана? Это набор цветов. Конечно, будет классический черный, классический белый. Но также мы видим очень большой спрос на нестандартные цветовые решения на рынке. И поэтому мы выводим на наш рынок цвет, который мы называем лимонный. Он достаточно яркий и красивый. И цвет условно-сореного розового. Пикс. Розового краска. Все эти цвета появятся одновременно. И при открою завицу тайны этот аппарат у нас появится в продаже. Xperia Z1 Compact. Ну и еще одна новинка, которая анонсирована на CES. Это SmartBand. Это аксуар нашей новой категории. У меня есть два варианта. Черный белый. И делаем его, мне кажется. Больше идти. Вы сможете посмотреть на оба браслета, оба варианта, ознакомиться с вами. Единственное, что на данный момент не работают. Нет, не работают. Проблема в том, что эти браслеты рассчитаны на то, что они работают в связке со смартфоном. Так вот, приложение, с которым они должны работать, оно еще официально допиливается и не вышло еще. Поэтому сегодня конкретно мы вам не сможем продемонстрировать вживую. Мы сможем рассказать про что оно. Но вживую специальность мы сделаем чуть больше. Итак, по порядку. Что такое SmartBand? SmartBand в первую очередь и самым главным элементом SmartBand является модуль, который называется SmartBand. Ядро. Это ядро является уникальной штучкой, которая записывает на вас информацию, транслирует ее в банк через приложение, которое вы используете на своем Android-смартфоне. Примечательно то, что в SmartCore используется специальный microUSB разъем, который надежно защищен от воды. Соответственно, SmartBand вы можете использовать даже в бассейне, вы можете не снимать браслет в уши, в сауне, где угодно. Вы можете использовать это устройство, где бы вы ни были 24 часа. Следующим элементом SmartBand является браслет. Браслет крепится на такой алюминиевой специальной заклепке, вы можете под угадание специально для вашей руки сделать намного-много отверстий для того, чтобы вы могли комфортно носить SmartBand. И будет у нас в продаже доступно 9 цветов, которые вы видите еще раз. Вы сможете дополнительно к комплекту, который вы приобрели, приобрести браслеты практически любых цветов для того, чтобы они подходили по стилю одежды, чтобы вы могли носить SmartBand всегда и везде. Что важно, наверное, еще отметить, что, поскольку руки у нас у всех разные, в комплекте с браслетом SmartBand будет идти два мешка разных размеров. То есть, когда вы будете покупать себе, у вас будет выбор, если вы тонкая грациозная девушка, у вас будет браслет чуть меньше, если вы ментальный мужик. Это мужской вариант браслета, в комплекте будет, как говорят у вас, например, A и M, соответственно, это A. Здесь есть специальное технологическое отверстие, куда вы можете очень легко и быстро вставить смартфон. Что же умеет делать SmartBand? SmartBand записывает в вашу жизнь по основным параметрам, которые представлены здесь на слайде. А нам свеживает сколько часов заслите, сколько шагов вы прошли, на каком транспорте вы передвигались. Это может быть, допустим, велосипед или скорость, автобус, все это устройство просто понимает. Сколько вы слушали музыку, сколько вы пробежали и сколько вы общались с друзьями. Также, параллельно всем вот этим вот трекерам записываются еще и процесс вашей коммуникации. То есть на временной линии приложения вы увидите, в какое время вы совершали звонки, в какое время вы делали определенные фотографии, в какое время вы побежали, в какое время вы ответили на смс и так далее. То есть вы сможете все это увидеть буквально в количественном видео на приложении. И плюс ко всему, конечно же, здесь есть привязка к герлокации. То есть вы сможете все это, что вы делали, рассмотреть привязки ко времени. По сути, приложение создает блок вашей жизни, да, или то, что мы называем лайфлог. Да. Лайфлог – это, ну, мы называем лайфлог, и то, что создается, и непосредственно само приложение. Лайфлог сейчас, к сожалению, пока недоступно, оно рефиливается, но в самое ближайшее время оно станет доступным, тогда мы сможем предложить вам расследование непосредственно на тест. Выглядит лайфлог вот таким образом. Также после презентации будут крутиться ролики, где вы сможете оценить работу приложения по видеороликам. Видеоролик, насколько мы также любим. И что в итоге вы можете делать с той информацией, которую вы получили? Вы эту информацию можете, естественно, просматривать, но самое главное – вы сможете оценить в реальном времени то, что происходит с вами сейчас. Также вы сможете перемотать время назад и посмотреть, что вы делали в прошлом, оценить, сопоставить ваши факты и поставить для себя определенные задачи на будущее. Так, например, вы можете поставить себе задачу в рабочую неделю спать по 8 часов в сутки. Не выполним. Например. Смартбэн считает, что у вас будильник поставлен, допустим, на 8 утра. И, соответственно, за полчаса до необходимого времени, когда вам нужно идти ложиться спать, легкая вибрация нежно вам напомнит о том, что пора идти спать. Вы можете бросать все, уходить из кинотеатра, уходить из ресторана и на юридическое спать. Затем вы можете увидеть напоминание, допустим, о поставленных задачах, там, о пробежках, о ходьбе, о прослуживании музыки и так далее, так далее. Определенные цели вы можете для себя выбирать самостоятельно. А почему мне назвать это его? Очень. Нет. Довольте, кому надо было. Был такой герой, который умер от любви к себе, от наблюдения за собой и любви к себе. Неужели ты не хочешь стать лайфлогером? На самом деле, наверное, эта программа и это одна из первых попыток такого рода сделать не просто отслеживать, сколько шагов вы прошли за день или сколько калорий вы сожгли, умеют и существующие устройства, а именно получить возможность просматривать вашу жизнь и отматывать интересные, вспоминать интересные события в какой-то момент. Да, вот это как раз и есть уникальный момент у вас. Хочется отметить наличие у смартфона трех элементов. Три диода, которые покажут вам информацию, точнее не покажут вам информацию, а присигнализируют вам входящие определенные информации. То есть определенный диод, например, сигнал цвета будет мигать на сообщение из Фейсбука. Белый диод будет мигать на сообщение из Фейсбука. Вы сможете все это персонализировать. Вы это сможете увидеть, например, когда вы видите на велосипеде. Вы можете посмотреть, кто и что вам не достал, и вы видите на ненужные сообщения. Следующий элемент, естественно, в нашем модуле есть NFC-модуль и Bluetooth, который позволит вам соперегать очень удобно и быстро со смартфоном гейксперия использованы NFC-совместимыми девайсами. И все что там такое с велосипедом, это как там тоже? Это просто чтобы ты не отвлекался. Ты едешь, едешь, едешь. Тебе, допустим, ждешь сообщения в Фейсбуке, а тем пришло что-то из Твиттера, ты почувствовал, что у тебя что-то завибрировало, что у тебя браслет завибрировал. Но ты не будешь обниматься и доставай с позитивной смартфон. Просто походишь на смартфон. Хочется отдельно отметить, что у нас у компании Sony на данный момент более 130 устройств уже оборудованы. 132 устройства оборудованы чипом NFC. То есть вот эта экосистема, которую мы создаем, она очень легко связывается вся между собой. Ваш смартфон может работать практически сейчас с любыми устройствами. Массуар включать удобно. Естественно, смартфон оснащен функцией умного будильника, который расходит у вас нежного определенного страста, для того, чтобы вы смогли посмотреть сон, нежной вибрацией. Да, нежной вибрацией. То есть вы не снимаетесь в браслет, вы не снимаетесь в браслете, интенсивность вашего сна, чтобы вы двигаетесь в постели. Уже можно подключение. Управление музыкой производится благодаря сенсорной площадке. Вы получаете музыку. Поглашу ваш смартфон. Вы получаете музыку. Как вы делаете? Управление музыки. Управление музыки. Управление музыки. Управление музыки. это интересно вы можете нажать на эту одну большую кнопку и у вас автоматически автоматически читается информация но вместе вокруг вас то есть если вы сможете например находится в каком-то ресторане парижа у вас появляется закладка который вам расскажет о времени пребывания о месте пребывания фотографии сделали в определенный момент нажатия кнопки то есть это закладка вашей жизни за наиболее понравившихся моментов вы сможете сделать по сути по сути эта кнопка лайк для вашей собственной жизни то есть нажимая на эту кнопку вы фиксируете момент чтобы потом например звучала какая-то очень крутая музыка по радио определенный момент но у меня не было ничего под рукой чтобы ее записать или запомнить нажимаю кнопку лайк и потом просматривая свою ленту жизни я вижу в какой момент я что делал ну и собственно какой трек например получал по радио цвета цвета разнообразные как я уже сказал 9 различных браслетов всего будут продаваться три стандартных черный белый фиолетовый вместе непосредственно со смарт пор отдельно вы сможете чего-то 6 дополнительных цветов смарт бэнд работает со всеми android устройствами на операционной системой 4 3 и выше то есть вы можете использовать любым да на этом официальная часть нашей презентации закончена большое спасибо за внимание можно просто и и и и и и и